Индийский крыжовник, иначе известный как Амла, рекомендуется для всего, начиная от лечения рака и заканчивая тоником для волос и холодильниками, что бы это ни значило, не говоря уже о противоядии змеенного яда. Еще есть всякие модные графики, но на каких исследованиях все это основано? Да, потребление куркумы и Амлы увеличивает продолжительность жизни фруктовых мух. Ну, важно ли действие Амлы на продолжительность жизни или сексуальное поведение мух? Как вообще можно изучить сексуальное поведение плодовых мух? Нужно просто поместить девственную самку и холостого самца в камеру спаривания Эллен Ватье. Представьте себе камеру спаривания насекомых, названную вашу честь, и похоже два человека боролись за право за наказание, так что пришлось использовать оба. Осталось только достать секундомер. Среднее время 20 минут и полчаса после Амлы. Выносливый зверь. А время между моментом, когда их представители друг другу в камере и моментом, когда они занялись делом, снизилось с 10 до 7 секунд. Они долго не возятся. Вернее, они возятся, но довольно быстро. Из Амлы они откладывают больше яиц и больше личинок. Когда вы слышите, что Амла – лучшее средство для долголетия, вы не думаете о мухах. Когда вы слышите, что Амла – мощный афродизиак, вы не думаете «Больше личинок!» Это исследование обнаружило значительное улучшение общего холестерина и холестерина ЛПНП у реальных людей. Но это было по сравнению с плацебо. Как насчет по сравнению с симвостатином, препаратом для снижения холестерина, продаваемых как Зокор, лекарства значительно снизили холестерин. Как и следовало ожидать. Но Амла тоже. На самом деле, вы не смогли бы сказать, где было что. Обратите внимание, что снижение было лишь от 10 до 15% общего холестерина и ЛПНП. В этом исследовании доза Амлы была всего лишь 500 мг, что составляет 1 десятой чайной ложки. То есть менее 1,8 чайной ложки в день. И не просто порошок, а сухой сок. Что могло иметь значение. Как насчет Лепитера, понижающий уровень холестерина препарата, известного как Аторвостатин. Никакого эффекта от плацебо, но значительное улучшение от препарата. И значительное улучшение от двух доз Амлы. Но опять же, только около 15%. Они снова использовали сок? Нет, хуже. Какой-то запатентованный экстракт Амлы. То есть вместо 5 центов в день, 50 центов в день. И похоже, не работает. Но поскольку есть частый интерес, всегда найдется кто-то, кто захочет финансировать исследования. Это как история с раком. Для того, чтобы Амла стала актуально клинической, нужно, чтобы патентные производные синтезировались. Без возможности патентов, фармацевтические производители не будут инвестировать в исследования. Их акционеры не позволили бы им. Патенты против пациентов. Но без этих исследований, как мы можем доказать ценность продукта, ну или бесполезность? Итак, интерес индустрии лекарств в пищевых добавках в патентовании натуральных пищевых продуктов – это обоюдоострый меч. Без этого никогда не было бы этого исследования, показавшего не только преимущества для холестерина, но и артериальные функции, уменьшая жесткость артерий в двух группах экстракта Амлы и группе лекарств. Но не плацебо. А также резкое снижение воспаления уровня цирреактивного белка сокращается вдвое. Итак, Амлы, или по крайней мере экстракты Амлы, могут быть хорошей терапевтической альтернативой статинов у диабетиков с дисфункцией артерий, потому что он имеет много полезных эффектов статинов, но без риска хорошо известных побочных эффектов лекарств, таких как повреждения мышц или дисфункция печени. Экстракты Амлы также сравнивали с разжижающими кровь лекарствами – аспирином и плавиксом, которые часто назначают после сердечных приступов. И получили результат, равный почти 75% от эффекта лекарств. Значительно увеличилось время кровотечения свертывания крови. Когда вас колют иголкой и следят за сколько секунд остановится кровь, это полезно, если у вас, например, стенд, который вы не хотите засорять. Но Амлы не разжижала кровь вне нормального диапазона и поэтому не повышает риск серьезных кровотечений. Она также, по-видимому, уменьшает действие стресса на сердце. Люди погружают руку в ледяную воду и держат ее там, пока боль не станет невыносимой. Это заставляет артерии сжиматься, а кровяное давление подниматься. Но не так сильно, если вы принимаете экстракт Амлы. Подписывайтесь на канал Умноед. Продолжение следует...